Приветствую! Это шоу Красного Циника! Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Хотите узнать больше? Роберт Энсон Хайнлайн, без сомнения, является одним из величайших писателей-фантастов. Это объективная истина, которую будет оспаривать только невежда или идиот. В моем же личном списке лучших фантастов Хайнлайн вообще занимает первое место. В отличие, например, от Филиппа Дика, его творчество не погружает читателя в пущину безысходности и паранойи. В отличие от Артура Кларка, Хайнлайн не считал художественные произведения некой эволюции технических справочников и канцелярских описей. В отличие от Айзека Азимова и Гарри Гаррисона, Хайнлайн никогда не скатывался в откровенное попсовое дешманство. А в отличие от Станислава Лема, не позволял себе ненужное заумство через намеренное усложнение понятий и терминов. Произведения Хайнлайна наполнены идеями и, что не менее важно, размышлениями по поводу этих идей. Читателю предлагается подумать над вопросами морали, нравственности, политики, философии, религии, личной свободы и ответственности, а также множестве других вещей, которые и делают человека человеком. К сожалению, далеко не всегда уровень читательского интеллекта равнялся писательскому. Как следствие, тексты Хайнлайна часто воспринимались не через призму авторского замысла, а через жопу, которая некоторым заменяет мозг. Роман под названием «Звездный десант» исключением не стал. Люди, не способные видеть дальше собственного носа, обвинили Хайнлайна в пропаганде милитаризма и чуть ли не фашизма. Ну, идиоты они и есть идиоты. О чем же роман рассказывает на самом деле? О форме государственной власти. О том, что власть предполагает ответственность. О том, что эта ответственность должна быть реальной и осознанной. О том, что право, данное за просто так, не обладает никакой ценностью. О том, что власть должна принадлежать тому, кто готов отдать жизнь ради общего блага и потом и кровью доказал, что на это способен. Такими людьми, по мнению автора, в первую очередь являются лица, прошедшие реальную военную службу. А то, как должно зарабатываться это право на власть, Хайнлайн показывает на примерах войны и учебки. Дополнительно, читателю рассказывают о принципах воинской службы, военном искусстве и воинском долге. И не только о них. В 1997 году «Звездный десант» наконец-то удостоился экранизации. И поставил его не абы кто, а сам Пол Верховен. Близок ли фильм к первоисточнику? Черт-то с двор! Начинается фильм со своей визитной карточки. Сверх пафосных лозунгов из интерактивного зомбоящика. Промывка мозгов 80-го уровня от СМИ. Мол, записывайтесь в армию и все такое, только так вы получите гражданство. Другими словами, взята основная идея из книги и тут же извращена. Да, действительно, человечество в романе поделено на две категории. Гражданских и граждан. Да, лишь последние обладают политическими правами. Да, гражданином можно стать только отслужив. Но это вовсе не означает, что в армию, улыбаясь по-идиотски, зазывает всех, кроме тараканов. Наоборот, Хайнлайн подчеркивает, что гражданские права положены только тем, кто способен их заслужить. Поэтому потенциальных новобранцев запугивают. В школе, на пункте призыва, да вообще везде. Для того, чтобы всякую шантра поушвали, слабовольную рыхлую массу хипстров и просто не готовых к службе людей отсеять заранее. Поэтому никаких лозунгов в стиле ха-ха-ха, хи-хи-хи, иди к нам, постреляй из автоматика, мы дадим тебе пирожок, быть в принципе не должно. Через эту же пафосную агитку кратко подается предыстория. Некие арахниды с непонятными целями решают запустить астероид в сторону Земли. Зачем? Но это же нахикомы, разве этого уже недостаточно? Ну и теперь, значит, их всех надо убить. Бравые солдаты, выглядевшие на плацу героями, попав в бой, превращаются в хаотичное стадо баранов. Но их затмевает военный корреспондент, который настолько увлечен самолюбованием, что совершенно забывает о том, что вокруг кипит война. В итоге его с хрустом хавает жучара. Талантливый оператор-трудоголик через секунду присоединяется к коллеге. Но упавшая камера успевает показать главное. Перекошенное от боли лицо раненого солдата, который пытался спасти двух идиотов. Это Джонни Рико, главный герой фильма. Тут время отматывается на год назад, и нам показывают некую школу, где Джонни занимается тем, чем занимается любой раздолбай на уроках. Страдает фигнёй. Учитель в это время говорит вроде бы каноничные вещи. В этом году мы изучали причины краха демократии. Мы говорили о ветеранах. Придя к власти, они стабилизировали положение и поддерживают порядок уже не одно столетие. То, что получено от кого-то, не представляет ценности. Поймите, тот, кто голосует, проявляет политическую волю. Он владеет силой. А у кого сила, у того и власть. Тот, кто полагает, что силой ничего не добьёшься, принимает желаемое за действительное. Тому, кто забывает об этом, всегда приходится расплачиваться. Животные едят других животных. Закон природы. Ничего подобного. Мы приучили льва питаться водорослями. Правда, первый источник безжалостно порезан. На карню загублит весь философско-социальный подтекст блестящих выкладок школьного учителя, а в прошлом полковника Дюбоа. Совершенно не раскрыта предыстория отношений с арахнидами. А о том, как сложился в существующей политически стройной земле, рассказано в такой форме, что сомнительно, что кто-то из зрителей эту лекцию вообще слышал. Ведь очаровашка Денис Ричардс мужикам мозги выжигает напрочь. Дамы же прутся от Каспера Ван Дина и от романтических соплей вообще. И так ровно две минуты фильма посвящено идеям Хайнлайна. Для чего? А для того, чтобы потом навеки на них забить. Начинается от Себятина в виде комедийных уроков и тестов, любовных геометрических фигур и идиотского подобия американского футбола с китайскими пироэтами на верёвочках. Самое забавное, что школьники потрошат арахнидов на уроках биологии ещё до войны с ними. А учат их тому, что жуки на самом деле тупые. По человеческим меркам они не особенно умные, но они эволюционировали на протяжении миллионов лет. Гениальные киноучёные будущего всерьёз считают, что членистоногие вышли в космос тупо инстинктивно. Это смертельные африканские микроскопические термиты. Ну да, надо же, надо вытащить. Неравен час ещё хватка отложит. Они размножаются путём мастурбации. В книге, разумеется, в учёные даунов не берут. Человечество давно знает, что жучиная цивилизация организована по принципу муравейника, где у каждой касты свои задачи и возможности, а элита своим интеллектом не уступает людям. За подходящими примерами далеко ходить не надо. Аббатур, развитие роя, изучение ДНК, служил сверхразуму, потом королеве клинков. Тем временем главные герои фильма оканчивают школу и решают пойти в армию. Подружка Рико, Кармен и Баннес, отправляются на флот. Его дружбан Карл из технаря превращается в телепата и идёт в разведку. Сам же Джонни попадает в пехтуру. Но чего не сделаешь ради любимой, которая предпочла ему службу в армии? Родители поступка сына не понимают. И хлопнув дверью, Рико сваливает в учебку. В тот же день в его отделении переводится и одноклассница Джонни, Диззи, которая неровно к нему дышала ещё со школы. Начинаются тренировки. Но это вовсе не те тренировки, которым посвящено аж полкниги. Книги, где десантникам в итоге становится лишь один из двадцати. И подробно объяснено, почему так происходит. Тяжелейшие испытания, ежедневную муштру, прививание и доведение навыков, способных спасти жизнь до автоматизма, могут выдержать далеко не все. А что мы видим на экране? Да какую-то фигню! Тренировочная военная база больше похожа на пионерский лагерь Зорька, предназначенный для досуга и отдыха детей. Ну да, могут сломать руку или пробить ножом ладонь, но в целом царит атмосфера безудержного веселья. Хихоньки да хахоньки и отсутствие даже какого-либо намёка на серьёзность. В книге же бойцов дрючат, дрючат и ещё раз дрючат, для того, чтобы отсеять слабых здоровьем и духом. Как итог, фильм Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» гораздо ближе к звёздному десанту Хаймлайна, чем эта верховенская поделка. Побыстрее, засранцы, мать вашу! Шевелись! Вставай! Быстрее! О чём можно говорить, если мужики-десантники моются вместе с десантниками-женщинами? Теми самыми, которые могут приложить по морде боевому ветерану, и которых в первоисточнике не было в принципе. Так-то ничего удивительного. Феминизм на марше на соседнем канале вон Зену Королеву Войнов показывают. У Хаймлайна женщины тоже служат, но идиотизм в стиле бабы во всём равны мужикам, а мужики-бабам отсутствует как факт. У него каждый находится на своём месте. Например, из женщин получаются лучшие пилоты, поскольку у них выше реакция, и они способны выдерживать большие перегрузки. Напомним, что Роман появился в 59-м году, а это за 7 лет до того, как вышел Стартрек. Где на капитанском мостике появилась чернокожая, независимая женщина, вызвавшая в США просто бешеное, яростное недовольство. Что это, пикер, себе позволяй? Всё хорошо, спокойно. Чего в фильме ещё нет? Да сущие мелочи. Одно из важнейших вещей. Экзоскелета. Технического пророчества Хайнлайна. Идеи, которую кто только не заимствовал, а сейчас всерьёз рассматривает военпром. В романе особый акцент сделан на костюмах десантников, боевых скафандрах в тонну веса, напичканных всем необходимым, по последнему слову, науке и технике. Описана армия будущего, где каждый боец ещё и сам себе вертолёт, танк и ракетная установка. Что от этого осталось в кино? Да ничего. По мнению Верховина, пехота будущего ничем не должна отличаться от современной. Ну, за исключением обмундирования и меньшего количества мозгов. Тем временем в фильме сохраняется атмосфера блаженного идиотизма. Джонни повышают, а он радуется этому как дебил. В книге повышение никого особо не прельщало, потому что дрючить будут не только за то, что сделал ты, но и за то, что сделал вон тот другой чувак. Правда, веселиться Джонни недолго, ибо вскоре Ибанес заявляет, что походу её любовь это звездолёты, а вовсе не он. Но это только начало чёрной полосы Рико, ибо начинаются стрельбы. Причём место для этого выбрано прямо посреди лагеря с новобранцами. Так и надо, да, и это в далёком будущем самое подходящее место для стрельбы из автоматического оружия. Разумеется, будущее элита десанта даже не делает вид, что целится и палит, как бог на душу положит. Ради чего всё это? Чтобы один из курсантов заявил, что у него шлем барахлит, и он ничего не видит. Особенно того, что он, как дебил, встал на линии огня своих коллег. Джонни тут же под этим самым огнём снимает с него барахлящий шлем, и цепь случайности в виде диспута прямо под пулями приводит к тому, что у Редника будущего сносит полбашки. Да потому что тупой амбалка! Рико вызывают на ковёр и дрючат. В книге, правда, всё было совсем по-другому. Все учения проходят под строгим контролем командиров. Например, Рико наказали за то, что он пальнул в опасной близости к своим. При этом, разумеется, про боевые скафандры никто не забывал, а боеприпасы были холостыми. Но Верховен, видимо, посчитал зазорным использовать описанное в книге. Поэтому всех армейских будущего превратил в идиотов, а самого Рико в тройного дауна. Пока Джонни выписывают плите и он собирается домой, злобные арахниды обрушивают на Землю астероид. Тот самый астероид из той самой родной жучьей системы, которая, простите, извините, находится аж на другом краю Млечного Пути. Забьем даже на то, что авторы фильма путаются в показаниях. То у них астероиды прям в склиндату посылают, то из карантинной жучьей зоны. Важно другое. Верховен, похоже, всерьез считает, что булыжник, двигающийся со скоростью 100 км в час, способен преодолеть 100 тысяч световых лет где-то за месяц, сутки, час, неважно. Будто насекомые где-то на Марсе завелись, раз каменюка, чик, и возле Земли. Куда там Эйнштейну до таких открытий? Как бы то ни было, уничтожено несколько городов, в том числе и родина главных героев, Буэнос-Айрес. Рико тут же забирает свое заявление об уходе. Всю степень скорби, которую он испытывает, можно прочитать на его ухмыляющейся роже. Действительно, ну не драму же нам показывают. Итак, Джонни накалывает уродливую татуху и летит мстить. Земляне собирают возле планеты арахнидов огромную группировку войск и, недолго думая, подсочащиеся ура-патриотизма в лозунги высаживают десант. Тут-то подразделение Рико и встречается лицом к лицу с арахнидами, которых можно условно разделить на две категории. Просто злобные жуки и огромные злобные жуки. Первые напоминают саранчу, вторые изрыгают из кишечника сгустки плазмы, способные уничтожать космические корабли. Правда, это, ну самую малость, противоречит идее о арахнидах, как тупых насекомых. Это люди, вон какие умные, нагнали столько звездолетов, что стоит только поднять жопу и уж точно в кого-нибудь из приматов с труей да попадешь. В Верховино эти мелочи не заботят, ведь начинается самое главное – экшен. Ну или то, как его понимает режиссер и остальная съемочная группа, ибо творящаяся на экране представляет собой форменный идиотизм. Из газенвагенов выгружаются, значит, толпы солдат и начинают беспорядочно бегать кругами в строгом соответствии с броуновской теорией движения частиц. Цели нет, плана нет, задач нет, ари как сумасшедший и поли во все стороны. Именно так, по мнению режиссера, должна выглядеть военная операция. И плевать на то, что в романе все было совершенно наоборот, где бойцов обучают не просто так, где каждый знает свое место и цель, где все распланировано чуть ли не посекундно, где воюют профессионалы, а не дегенераты. Да, все может пойти наперекосяк, да, врага могут недооценить, но вовсе не по той причине, что одни безмозглые бараны направляют других безмозглых баранов, не зная куда, не зная зачем. Но и этого режиссеру было мало. Это в книге навороченные скафандры заменяют и танки, и авиацию. А тут что? Метание ножей и покатушки на канатиках? Где военная техника? Как насчет авиации, напалма, станковых пулеметов, ковровых бомбардировок, артиллерии, танков, чего-то еще, кроме легкого стрелкового оружия да нескольких ракетниц? Верховер что? Идейный коллега Ридли Скотта тоже думает, что люди в будущем отупеют. Хотя о чем можно говорить, если у него 30-летние лбы учатся в школах? В общем, на этот маразм смотреть без слез невозможно. Одного единственного арахнида поливают из нескольких стволов, а тот умирать почему-то не спешит. Вроде бы агитку, где Карл почти не глядя, убивает арахнида выстрелом в нервный узел, крутят и днем, и ночью. Самый распоследний дебил бы это уже давно запомнил, но только не наш десант. Старшина отделения впадает в состояние шока, увидев два десятка жуков сразу. Если бы не Джонни, всем бы кранты. Единственный азиат в группе, видимо следуя традициям камикадзе, отрывается от отряда и своим мельтешением заслоняет линию огня. Арахниды тут же дружно придурка сжирают, после чего остальные десантники впадают в истерику. И так далее, и тому подобное. Видимо, так дела обстоят по всей линии фронта, поэтому земляне спешно отступают к челнокам. Ну как отступают? Удирают изо всех ног, даже не пытаясь сохранять видимость продуманного отхода. Тут-то и погибают журналюги, а на реку накидывается арахнид и вроде как его убивает. В итогах за один час погибло сто тысяч солдат. Тут же меняется руководство и у руля становится негритянка, заявляющая, что арахнидов надо изучить. Гениально! Раньше до этого додуматься было, но никак нельзя. Такие вот бараны и стоят во вселенной Верхови, но у руля. Тамошние, так сказать, ученые ничуть не лучше. Посмотрите хотя бы наружу придурка, представляющего тамошнюю научную элиту. Уровень интеллекта, о чем вы говорите? Господи, ну где вы видели разумных насекомых? Я вас прошу не перебивать, может быть? Такая чипуха! Такая чипуха! Такая чипуха! Такая чипуха! 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 Примещем! Да-да, жуки тупые. При полном отсутствии техники смогли обнаружить звездолеты на орбите своей планеты, запустить в землю астероид с нужной скоростью и вектором удара, за час расхренячить армию высокоразвитых приматов. Неграмотные насекомые? Ага! Пока Ибанес рыдает, узнав о смерти Джонни, тот идет на поправку в аквариуме. Что значит его убили? Что значит он уже видел гламп жука, который его заглатывал? Вам показалось, у Джонни все отлично, одна рана на ноге и только. Выписавшись, он со своими друзьями переводится в отделение лейтенанта Рассчика, который совершенно вдруг оказывается его школьным учителем. Тот обзавелся протезом, харизмой 60-го уровня и уже готов выполнить новый приказ сверху. А именно, сначала флот заутюжит планету, радикально сократив численность жуков, а уже потом десант произведет местные зачистки. А сразу нельзя было так сделать? Впрочем, 100 тысяч погибших никак не сказались на тактике ведения боя. Десант по-прежнему стреляет куда угодно, но не в нервный центр арахнидов. Пора бы наконец уже определиться, хотите вы убивать жуков или все-таки нет. Особенно доставляет впавший в экстаз негр, заляпанный с головы до ног в зеленую мерзость. Пока группа Рико развлекается, остальные бойцы добивают арахнидов. И все бы ничего, но тут из-под земли выползает громадный мерзкий жук, у которого теперь не только плазменная пушка в жопе, но и огнемет прям в башке. Но даже у него нет никаких шансов против верного последователя Леголаса, умеющего метать ножи и бегать по бревну. Босс повержен. Экспы как раз хватает на следующий уровень, и Джонни получает левел-ап. На радостях Рико перестает корчить из себя недотрогу и от души трахается с Дизи. В самый разгар любовных утех в палатку вламывается Расчик. Он сообщает. Планеты пьет генералу Оуна. Только что поступил сигнал СОС. Собирайся и будь на месте. А потом, видимо, заподозрив самое страшное, сурово спрашивает. Кто там? К счастью, Рико оказывается натуралом, и у лейтенанта отлегает от души. Когда взвод добирается до сигнала бедствия, начинается пора с ног сшибательных открытий. Оказывается, тупые жуки вовсе не тупые. Оказывается, они изучают людей. Как? Да, в лучших традициях фэнтези. Высасывая мозги через соломинку. Ну, захавал чей-то мозг и сразу же узнал все, что знает жертва. Типа, нужно срочно перекачать парочку-другую терабайт? Не вопрос. Возьми жестяк, раздолбай его кувалдой, а обломки запихни в микроволновку. Зачем? Да я тоже не знаю, спросите у Верховена. Но это еще не все. Оказывается, сигнал СОС послали коварные арахниды. Зачем? Чтобы люди прислали трех с половиной спасателей, у которых даже мозгов нет, чтобы их высасывать? Не иначе людская тупость это что-то типа вируса, которым жуков и накрыло. Как бы то ни было, отряд Расчика оказывается в западне. Легионы арахнидов штурмуют стены заставы, где укрепилась горстка храбрецов. У тупых жуков есть даже поддержка с воздуха, которая гениальным приматам как бы в принципе не нужна. Что нужно сделать для укрепления обороны? По мнению Верховена, отвезти людей подальше от стен. Ну, чтоб точно всех поубивали. И люди гибнут пачками, в том числе мудрый книжный учитель, которого режиссер превратил в олигофрена. Жучара отгрызает лейтенанту ноги, и Рико из милосердия его пристреливает. Что снова противоречит первоисточнику, где десант не бросал даже тяжело раненых. Следом огребает Дизи. Зафутболив гранатой прямо в пасть арахниду, она радуется как первоклассница, напрочь забыв, что у дохлого жука есть 15 тысяч приятелей. Горстку выживших десантников на газенвагене вывозит сорвиголова Ибанес. По пути Джонни требует отутюжить планету орбитальными ударами, но не тут-то было. Получен отказ на ваш запрос. У штаба другие планы насчет планеты Пи. После торжественных похорон Дизи появляется Карл и раскрывает суть гениального плана командования. Джонни, мне жаль, что именно вы оказались на Пи. Там практически не было шансов остаться в живых. Вы знали об этой ловушке, не так ли? На Пи могли быть разумные насекомые. Мы не могли начать операцию, не убедившись наверняка. То есть они так хотели убедиться, что у насекомых есть мозги. Типа даже обычный таракан может рассчитать удар плазмы по астероиду так, чтобы он накрыл сразу несколько крупных городов на земле. Даже муха способна организовать разгром стотысячной армии человеков за один час. А вот ловушку на занюханной заставе сможет устроить только мегамозг. Так и появился продуманный план. Послать десант, проверить сигнал. Если насекомые, уже трижды нагнувшие людей, солдат сожрут, то тогда, получается, жуки умные. Но не факт. Может, план придется еще раз пять повторить, чтобы до высоких чинов из военной разведки наконец-то дошло очевидное. Как бы то ни было, у землян новая цель. Сегодня мы наведаемся в город Арахнидов. Попробуем найти их мозговой центр. Этакого суперумника. Думаю, они нас уже ждут там. Это начало массированного обстрела его на такие мысли навело. Гений! Нечего сказать. Флот, как это ни удивительно, снова оказывается к атаке не готов. Более того, эти идиоты ведут себя еще тупее, чем в прошлый раз. Звездолеты горят, как спички. Изшопная плазма попадает даже в корабль Ибанес и разносит его в клочья. К счастью, Кармен успевает запрыгнуть в челнок и приземлиться на жучиную планету. Посадка такая, что от Ибанес мало что должно остаться. Но она даже нос не разбивает. Даром, что не пристегнутая. Едва она успевает связаться с Джонни, как Арахниды берут ее с напарником в плен. А на поверхности планеты тишь да гладь. Жуки на отряд Рикон нападать не спешат. Это же город Арахнидов, а значит, считает Верховен, его не охраняют. Десант без всяких проблем бродит по подземным ходам, пока Джонни не торкает. Несмотря на то, что несколько минут назад Рико мысленно похоронил Ибанес, теперь он вдруг понимает, что на самом деле она жива. Более того, Джонни точно знает, где Кармен находится. Откуда у него такие данные? Как потом окажется, это Карл, который и рядом с этими тоннелями не был, телепотировал ее точное местонахождение. Новоиспеченный лейтенант решает наплевать на боевую задачу и отправляется спасать подружку. Вместе с Рико уходят его два зама-ветерана, и взвод зеленых новобранцев остается без командиров. Так и надо, да. Тем временем, истекающие кровью пилоты встречают жука-мозгососа. Тот не обманывает ожиданий и высасывает мозги напарника Ибанес как сок через соломинку. Скармен, правда, облом. А тут и Джонни появляется. Интеллектуал-мозгосос хоть никогда ракету не видел, но точно знает, что это такое и дает героям уйти. Причем Ибанес напрочь забывает о сквозной дыре в плече и летит словно птица. А что тут такого? Ну дыра и дыра, не ноги же оторвало. Впрочем, можно было и не торопиться. Очень кстати, раненый негр умирает как шахид и устраивает завал, который отрезает жуков от Рико с корешами. На поверхности тем временем мозгосос уже упакован в сеть. Победа типа. Заканчивается фильм как бы изучением твари в Гуантанамо будущего и очередной агиткой. Мол, у нас есть оружие, есть флот, но не хватает мяса. Хочешь им стать? За что можно фильм похвалить? За спецэффекты, которых не просто много, а очень много. За стилистику, за атмосферу пафосного милитаризма, за грамотную постановку. Верховен все так же умело играет с динамикой повествования, не допуская ненужных пауз и провисаний. Только на этом, к сожалению, плюсы заканчиваются. Ни нормального сюжета, ни внятной мотивации здесь нет, а идеи Хайнлайна доведены до абсурда. В итоге экранизация превратилась в ту самую пропаганду милитаризма и фашизма, которой оригинал никогда не являлся. Верховен неоднократно заявлял, что мир, изображенный в фильме, это мир победившего фашизма. Мол, герои являются фашистами, одетыми в форму вермахта. Мол, кино перенасыщено цитатами из нацистских агиток и наполнено нацистской эстетикой. Но для чего это было сделано, похоже, не в состоянии понять даже сам творец. Он говорит, это типа критика такая сатира, но при этом подчеркивает, что далеко не каждый зритель способен это понять. Что в принципе разумно. По большому счету, никакой критикой в фильме даже не пахнет. Наоборот, налицо пропаганда тех идеалов, которые Верховен якобы порицает и высмеивает. Ибо, наряду с долтым осуждением фашизма, фильм рассказывает о разумном, добром и вечном. Любви, дружбе, взаимовыручке. Вероломно напавшие жуки показаны злобными, тупыми агрессорами. Поэтому чувства, возникающие и у зрителя, и у героев фильма, абсолютно логичны и правильны. И вот на фоне этого дела начинается якобы критика. Нам втюхивают нацистскую форму и пафосные телелозунги, где иногда муссируется видовое превосходство и ксенофобия. Только нельзя одновременно заниматься и пропагандой, и антипропагандой. Происходит подмена понятий смешения плохого с хорошим. То есть то, чем в свое время искусно занимался некий доктор Геббельс. Какое отношение все это имеет к Хаймлайну? Да никакого. От первоисточника не осталось камня на камне. Более того, он нагло оплеван. Хотелось бы, конечно, поверить, что у Верховена та самая жопа вместо мозгов. Но, разумеется, все гораздо проще. Роман извращен абсолютно сознательно. Режиссер желал донести до зрителя свои идеи, свои мысли, свое видение мира. Но, к сожалению, придумать что-то действительно свое, это очень и очень сложная задача. Гораздо проще взять чужое творение и его переврать. И плевать, что у того, другого творца, мозгов раз эдак в тысяча больше, чем у тебя. Кто-то толерантно сказал, что по сравнению с первоисточником в кинофильме смещены акценты. Забавные слова. Это как взять какую-нибудь работу Канта, сбацать из нее очередной романтик Донцовой и заявить, что сместил акценты. Хотя на самом деле ампутировал их с мясом. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok